Всем привет! Вы на канале Футбольный Биги и это Вечерний Абрамов, выпуск о сенсации с телевизионного рынка. Нобель Рустамян покидает Матч ТВ. Я надеюсь, скоро Нобель прояснит ситуацию. Мы ждем его на матчах РПЛ. Об этом мы поговорили с Владимиром Николаевичем и о философии современного телевидения. Надо ли нам ждать продолжение этой саги, не обязательно с Мамаевым, но в футболе масса семейных конфликтов. И будет ли Матч ТВ продолжать эту линию, провалить и на Кандалаки, делая на это упор. И почему в России все меньше смотрит, собственно, сам футбол. Посмотрите, я думаю, что это будет интересно. И вторая тема для разговора с Владимиром Николаевичем сегодня. Это все, что связано с лимитом на легионерам и резонансное интервью Александра Дюкова, которого вроде бы такое, вы знаете, аккуратное, сверенное, много философских формулировок. И, конечно, Владимир Николаевич зацепила история по поводу отсутствия в России тренерской школы и того, что русские футболисты зажрались. Смотрите «Вечерний Абрамов», а я напоминаю о том, что партнером этого выпуска является компания pinup.ru, которая представляет моим подписчикам эксклюзивный бонус. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, забирайте фрибет до 3000 рублей по промокоду BIGGIE. Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. Мы обсуждали об одном важном вопросе, об этом сегодня еще поговорим. Но! Случилась сенсация в медиабизнесе. Нобеля Рустамян ушел с телеканала Матч ТВ. Я вам скинул его объяснение из его телеграм-канала, скинул объяснение и ответ Тины Канделаки, главы компании Матч ТВ. Нобель известная личность. И это, безусловно, громкая новость. Что вы об этом думаете? Чьи объяснения вам показались более убедительными? Как вы относитесь к Нобелю и в целом ваше мнение по этой ситуации? К Нобелю я отношусь хорошо. А то, что он ушел из Матч ТВ, это говорит об определенном смысле о его популярности. Потому что, если бы он был непопулярен, если бы в нем нужды особой не было, он бы и не ушел из Матч ТВ. Ему там хорошо платят. Тысяч под 400 в месяц. Кто же за такие деньги уйдет? Ну, если человек уходит, значит, во-первых, у него есть... Он крепко стоит на ногах. Когда я с ним познакомился, он был мальчиком, он не крепко стоял на ногах. Им он нуждался. И в деньгах нуждался, и в определенном смысле в помощи тех людей, которые могли бы поделиться с ним опытом. Сейчас он нагулял жир. Нагулял. Стал самостоятельным. Его потянуло в свободу. Если человек берет ручку и пишет заявление, его же не выгнали в трешей. Если бы ты сказал, Владимир Николаевич, ну как можно? Парень не так небольшого роста, да его взяли в трешей, да еще коленом под зад. Его никто не выгонял. Он сам ушел. Значит, у Нобеля есть куда пойти. Вот Васю Уткину в свое время не взяли, или он разошелся в политических, экономических и других, и в футбольных мотивах. Стены Канделаки, да? Да. Он работает успешно, по-моему, прекрасно. Я, правда, недавно с ним встречался, не спросил, насколько успешно у него обстоят его личные коммерческие дела. Ну, судя по всему, хорошо обстоят. Не хуже, чем были раньше. Вот. Наверное, Нобеля Арустамян тоже хочет уйти в свободное плавание. Видимо, он подготовил для этого себе бухту, вот, куда он уйдет, так сказать, со своими кораблями, и будет в этой бухте делать свое дело. Так. Он, видимо, подустал, когда ему сверху все время подсказывают, что делать, и он с этим не очень-то согласен. Насколько я понимаю, последним шагом это была передача, которую он записывал с Мамаевым. Передача к футболу не имеет никакого отношения. Передача имеет отношение к его личной жизни. Если записывает канал такую передачу, значит, не все хорошо у канала. Канал, судя по всему, мало все, все меньше и меньше смотрят. Вот. И тут начинается проблема Малаховщины. На каком там? На втором канале, на России один, да, который держит канал. Вот тут Тина Канделаки смотрит и думает, как удержать свой канал. Ну, видимо, она считает, что надо такими же шагами, как вот Малахов. Давайте рассуждать, кто кого убил, кто кого продал, кто кому ничего-то не додал, и разбираться в личных отношениях, например, футболистов. Собрать все, что есть, и подавать это информационно, и заинтересовать людей, и переманить их с России один на канал Матч ТВ. И тем самым вытащить канал Матч ТВ из той ямы, в которую она попадает сейчас. Ну, что я могу сказать? У Тины Канделаки свои задачи. И я не хочу об этом говорить. Она взрослая девочка, и очень хорошо понимает и знает запах денег. Поэтому у нее хороший нюх. Другое дело, что взбрыкнул, вы мне задаете вопрос, взбрыкнул один из журналистов. Не первый, не последний, судя по всему. И все журналисты, которые сильные журналисты, спортивные, будут ощущать себя на поприще свободного художника, они будут, в конце концов, уходить из Матч ТВ. Потому что каждый хочет заниматься своим свободным делом. Иметь свое мнение. Брать интервью у тех, кого он считает необходимым. Видимо, я говорю, приобрел жирок, нагулял жирок Нобеля Рустамяна, и, так сказать, пришел к выводу, что пора говорить до свидания. Он и сказал это до свидания. Вот копаться в нюансах этого дела, для меня, ну, что я говорю, я не знаю ведь. Меня же Тина, хоть мы с ней соседи, вон из окна, можно смотреть, как она там, вот, ее дом виднеется. Рядом с, как это, автобаном генштаба, да? Да нет. Крылатские холмы, вот, из окна, Крылатские холмы, вот ее желтый дом, вот кирпичный, вот, в котором она покупала квартиру большую, я так думаю, она до сих пор там и живет, суть по всему. Там и футболисты московского ЦСКА жили, братья Березуцкие, там много кто жили, хороший дом, что там, великолепный вид, оттуда открывается, ведь это самая высокая точка Москвы, оттуда открывается великолепно Москва. И тот, кто любит Москву, хочет получать удовольствие, то тому это очень приятно. Кому это наплевать, многим просто на это наплевать. Тогда другое дело, они ищут место в другом месте. Так. Ну, это, так сказать, отступление. Да, Да, это лирическое отступление, но, вот эта история я бы хотел, потому что здесь тонкая грань, желтизна, нежелтизна и прочее, Владимир Николаевич. Это тренд такой пошел, все, что связано с скандалами, всеми их разрывами и прочее, это крайне популярно сейчас все эти шоу, но это плавно перешло в футбол. Что с этим делать? К этому привыкать, радоваться за то, что Матч ТВ будет увеличивать свою популярность или мы должны брезгливо сплюнуть здесь? Сережа, вы знаете, Тина Канделаки, она не хозяйка этого канала, она тоже по найму работает. Так. Работает. Ее взяли, определили задачу. ее финансируют. Деньги дают, результат, видимо, слабоватый. На нее жмут. Нужно искать новые подходы, новые пути, новое привлечение внимания. Видимо, футбол наш теряет интерес. Я вам говорил уже, мы с вами этот вопрос очень поднимали, но, видимо, мы не достучались до ваших подписчиков, чтобы они с пониманием отнеслись. Дело в том, что в Советском Союзе, как я говорил, футбол был спортом номер один, хотя хоккей все время рвался на первое место, не дотягивал. Футбольные стадионы были переполнены, когда показывали трансляцию матчей, замирала там, скажем, Москва, я как москвич, так могу сказать, Москва замирала, все прильнули к телевизорам или к радио слушали журнал футбол-хоккей, и сначала футбол его раскупался, и утром занимали огромные очереди в киосках, чтобы купить эту. Газет «Советский спорт» не лежала до 10, после 10 утра ее уже не было нигде. Это был дефицит, понимаете, дефицит. Сейчас эти газеты лежат. Вот, сейчас матч ТВ все меньше и меньше смотрит, судя по всему. А смотрят только тогда, когда интересные матчи. И то, когда матч ЦСКА-Спартак или Спартак-Динамо, вдруг оказывается он на премьер, на платном канале. Так? Вот. Поэтому футбол, где играет Нижний Новгород против там Уфы, не очень интересен. Его не смотрят. Понимаете? Вот. Проблемы есть. И на стадионе народу мало и интерес к нему. А вот как поднять этот интерес к футболу? Ну, если Тина Канделаки считает, что надо рассказывать бесконечно о том, кто на ком был женат, кто с кем, кто кому рога наставил, кто кому дал денег, а потом у него эти деньги его обворовали, чьи квартиры или дачи поставлены на учет, у кого сколько квартир или у кого сколько дач подмосковных или в Сочи, так сказать, если это кого-то забавляет, кому-то это интересно, но судя по всему интересно. Потому что никуда не попрешь. Тина Канделаки внимательнейшим образом отслеживает результаты работы первых каналов. Первого канала российского телевидения, канала России и других каналов. Что на них показывают? Вы правильно сказали? У нас сначала Ольгу Скопееву показывают с ее мужем Евгением Поповым, который сейчас баллотируется. А потом начинаются разбеги о том, кто, кому, чего и что. Не только на первом канал, на втором канале, на России, я его называю вторым по счету. Ну и на первом канале. Ну и на четвертом канале то же самое, то же самое. Сережа... Это что же канал? Ну, НТВ. А, НТВ, да. Там ведут другие, но эти другие ведущие... Сережа, я приезжаю в Сочи отдыхать, а они там же в театре устраивают представление продолжения того, что они говорят на каналах телевизионных за деньги. Каждый пытается заработать денег. Ведь суть в том, что мы с вами, Сергей, живем не при социализме, при капитализме. Вот. А при капитализме прав тот, кто больше зарабатывает. И задача больше зарабатывать. расталкивая плечами и локтями и добывая себе место. Поэтому у меня нет оснований упрекать Тину Канделаки в том, что она просит Нобеля Рустамяна снять передачу с Пашей исключительно о его проблемах. Другое дело, что это тошно делать Нобелю. А у Нобеля уже зародилась идея создания своего какого-то канала, где он уже подобрав себе нужных людей, с которыми ему интересно, и тех же подписчиков и болел, которые тянутся к этому создать свой что-то. Свой канал, я там не знаю как в интернете. Поэтому у него есть чем заняться. Его это как-то стимулирует, он окрыляется. Задача Тины Канделаки удержаться на своем месте. Вот если бы она была и хозяйкой одновременно своего капитала, и это был бы ее бизнес, который приносил ей прибыль, а не заработную плату, тогда было бы интересно, потому что Тина Канделаки сразу бы убежала с этого канала. Сама первая. Обогнав бы, потому что зачем быть хозяйкой этого канала, если твой канал терпит убытки. Правильно? Зачем терять деньги явно? Но деньги видимо не ее, там Газпром или кого там, или других. Газпром, Владимир Качков, но есть ведь другая составляющая, почему Матч ТВ тогда не производит тот контент без вот этих всех как бы историй связанных с ну светкой жизнью, скажем так, который бы был так интересен аудитории. Это у нас футбол настолько говененький, или Матч ТВ не получается зацепить аудиторию. Сергей, судя по всему, наш стиль, наш футбол стал таким, ну, мы поэтому с вами три или четыре передачи провели. Я вам пытался достучаться до вас, что у нас футбол потерял своих болельщиков. Потому что, когда Матч ТВ создавался канал, наш футбол еще смотрели. А с каждым годом все меньше и меньше болельщиков. А потом, Сережа, вы знаете, у нас ведь не было прецедента раньше, в постсоветское время, девяностые, нулевые, у нас не было канала исключительно про футбол. Понимаете? Поэтому у нас были в разных каналах какое-то время, когда показывали футбол России, например, или после футбола там какие-то передачи московский канал вел, все ждали этих передач. Их передач не так много было, но болельщики ухватывали эти куски и разносили между собой, что вот кто-то что-то сказал и тому подобное. Меня часто приглашали на эти передачи и после того, как я снялся в одной, в другой, в третьей, в четвертой передаче, мне было не очень приятно ездить в метро, потому что меня узнавали, подходили с газетами, просили расписаться, а кто я такой? Я никто. Мне было неудобно, Сереж, расписываться, я тут же, как только открывались двери в метроэлектрички, я тут же уходил, переходил в другой вагон, чтобы меня не узнавали. Почему? Потому что я же не актер какой-то народный артист, понимаете, и не Евгений Серафимович. Поэтому Евгений Серафимович не ездит на метро, он ездит только на своей машине. Он говорит, Володь, я тоже не могу, если я буду ездить на своей машине, ко мне будут все время подходить, попросить расписаться в газете там или еще где-то. Он говорит, ну это хорошо до определенной степени, потом это утомляет. Поэтому здесь есть проблемы, у всех есть свои проблемы, Сереж, но проблемы, когда стало много, это вот знаете, когда очень много футбола, мы мечтали с вами, мы же мечтали с вами о том, чтобы наших стадионов, настоящих, классных футболов, футбольных, чисто футбольных, где близко видно, было много. Много, да. И вот мы мечтали, вот как мы сядем. И вот они появились. И вот они появились. Ну прошло какое-то время, правда коронавирус помешал нам очень здорово. Но они появились. И это же какое удовольствие смотреть футбол на чисто футбольных стадионах. Но стали проблемы с коронавирусом, проблемы с деньгами, стали билеты. Кто-то на Спартак хочет пойти, а надо платить тысячу рублей. А если ты со всей семьей идешь, это надо пять тысяч заплатить, если у тебя двое детей. Где тебе пять тысяч взять, если ты ходишь каждую неделю, смотри, и дети просят. Где тебе? А у тебя заработная плата пятьдесят тысяч, а тебе надо двадцать тысяч заплатить только за билеты, чтобы с детьми сходить на футбол. Спрашиваются, это хорошо, когда ты богат, да еще вход на стадион, на твой стадион, который тебе принадлежит, тебе бесплатно. Понимаешь? Но другие, другие проблемы, Сереж. Лучше, может быть, лучше было ходить на стадион, который был очень плохой, и поляна была плохая, ужасная, но стоимость билета была не тысяча рублей, а пятьдесят. Да, Владимир Козлович, но я все принимается, но тогда давайте на эту тему порассуждаем. Мы перешли плавно от истории Нобеля и истории с его уходом с Матч ТВ. Хотим, не хотим, мы к коммерческим вопросам переходим все время, Но почему же в России потерял своих болельщиков футбол? Это ведь не только футбол потерял, но и баскетбол, я думаю, что потерял болельщиков. А почему в Европе не потерял, почему там это не произошло извержение интересов? Во-первых, футбола у нас стало очень много, и Матч ТВ дарует нам бесплатно, отчасти, бесплатно возможность трансляции не только матчей российского чемпионата, но она дает возможность смотреть матчи чемпионата Англии, чемпионата Италии, чемпионата Испании. Вот сейчас очень здоровую рекламу они сделали, теперь они дуют чемпионат Италии, понимаете? Понравился, где стоит гробик? Нет, не понравился совсем. Я не люблю тему гробов и тому подобное, просто не люблю. Я считаю, что это глупая идея, она действительно глуповата. Зачем они этот гроб поставили? Ну, не будем об этом, это их проблемы, хотят гробы. Наверное, кому-то хочется гробы показать, вообще бы было бы здорово если бы тело какое-нибудь подняли. Но мне это неприятно. Может, это связано уже с возрастом, но мне это не очень приятно. Так вот, Сереж, дело в том, что стало много, появился выбор. Это как вот у нас в Москве, мы настолько привыкли, что все есть, никто никуда не ходит. Приезжают в Москву люди из разных городов и тут же просят кто-то на стадион посмотреть хоккей, кто-то футбол и говорят, ну, как можно жить в Москве и не ходить? Москвичи никуда не ходят. Вообще никуда не ходят. Ладно, они не ходят на стадионы. В Москве две трети это москвичей. Ну, чуть больше, чем 50%. Остальные это те, кто купили квартиры и приехали сюда жить. Сейчас в Москве не протолкнуться, а те, которые к Москве не имеют никакого отношения. Раньше в советское время это было проблемно, сейчас проблем нет никаких. Поэтому они все приезжают, они тоже насмотрелись это дело и тоже устали, когда такое предложение. Сережа, а сейчас чемпионат мира идет впервые в наш чемпионат мира по пляжному футболу. Вы что, видите, что стадиончик крошечный? Но больше трех тысяч не пускают, Владимир Николаевич. Да, может быть, там действительно и стадион небольшой, и три тысячи для Москвы действительно заполняемость была бы лучше. Но, Сережа, все равно есть проблемы, когда не ходят, вот не ходят, Сереж, на торпеды на московской, вот я вспоминаю лужники, мы про лужники говорим, торпеда, как ни крутились больше шести, пяти, шести, десяти тысяч не приходило, не приходило, даже в нулевые, там, я не знаю, в девяностые годы, не приходило. Мы теряем болельщиков, потому что много клубов в Москве, много клубов. Был бы один, как в Санкт-Петербурге, ходили бы больше. Поэтому здесь тоже существует проблема такого плана, что в Москве очень много клубов. И потом, я говорю, появился прекрасный, я должен сказать, Сережа, что Матч ТВ это очень красивый канал, очень красивый канал, цвета, качество, HD, да, смотри, пожалуйста, получай удовольствие. Вот, согласен, практически бесплатный канал. Смотри, очень много футбола. Футбол тоже надедает. Как говорится в семье, если у тебя красивая жена, то время от времени она тоже надедает. Понимаешь? Ну, так человек создан. Когда ты смотришь на свою красивую жену, тоже надедает, понимаете, хочется какой-то грязи. Это не я говорил, так сказать, к себе, не хочу приписывать, но это факт человеческий. Поэтому, так же, как и футбол, так же, как канал Матч ТВ, человек устает от огромного количества информационного, которое дает Матч ТВ, тем более, что появились интернетовские каналы, которые дают возможность человеку окунуться в другую проблему, отличную от канала Матч ТВ, который, так сказать, держит болельщика в определенных рамках и не дает ему, комментатору, или там, я не знаю, тому, кто говорит, говорить то, что он хочет. Поэтому возникает всякого рода инсинуации. Поэтому, как будет из этого вылезать Тина Канделаки, ну, пока вылезает, пока вылезает, ну, ей тяжело, я согласен, что ей тяжело. Сережа, я могу этот вопрос задать, чтобы понимать Тина Канделаки, я могу задать этот вопрос себе. А вот, если бы меня пригласили вместо нее, вроде бы, человека, не со стороны, знающего проблемы футбола, за что бы я схватился. Сережа, вопрос-то непростой, непростой. Они же отслеживают тоже, вот вы мне говорите о желтой передаче, они же отслеживают. И Тина Канделаки, вообще-то, как она стала звездой, если вы помните. Она там на СТС, по-моему, вела передачу. Она красиво садилась, у нее туфли на высоком каблуке, красивые ноги, фигура, помните? Она приглашала к себе самых известных актеров и певцов, и певиц и разговаривала с ними на какие темы? На темы самые интересные низменных инстинктов. Понимаете? А потому что основные инстинкты самые главные инстинкты. И ее передачи были безумно популярны. А что значит низменные и основные инстинкты? Ну, серьезно, то, что ниже пояса. Ну, и тому подобное. Ну, женщину можно приподнять вверх, понимаете? Поэтому я говорю о том, что она, ее поправляли, то ей она в некоторых передачах ей говорили, ну-ка, Тина, сядь немножко вот так, сядь немножко вот так, ты не так села, не очень красива твоя фигура в таком ракурсе, сядь вот так, потому что те, кто смотрит передачи, им хочется вот так. Она красиво одевалась, ее готовили. и она языкастая. Она как пулемет выдает 120 слов в минуту, понимаете? Не думая, что трочит. Значит, она таких и себе подобрала спортивных журналистов, которые ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, я иногда не успеваю даже ухватывать, что они сказали. Я только напрягся, только напряг, жене обращаюсь, что она сказала мне? Там уже 12 фамилий назвали и рассказали про других 12 фамилий, кто они, что они, где они родились и сколько они зарабатывают, понимаете? Поэтому ей это нравится, это ее способ, она нашла это, ее поэтому и пригласили, Сережа, что она чувствует, к чему липнут деньги, чувствует. Она создает этот канал по образу и подобию своих передач, поэтому ее за это критиковать очень тяжело. У нее свое понимание, Сереж, как зарабатывать деньги на телевидении. Вот и все. Нобеля Рустамян, что надо отдать должное Тине? Я абсолютно уверен, что она и без Нобеля Рустамяна найдет другого паренька молодого, который так же, как и Нобеля хочет приобщиться к футболу с языком острослов и тому подобное. Новый появится. Ничего страшного, целый список, великолепнейших. Стогниенко, Володя, какой был журналист прекрасный, не только Вася Уткин, там еще целый ряд. Пришли и ушли, пришли и ушли. Работают в других местах, а появляются другие молодые ребята, им появляется дорога. Хочется и футболу так пожелать. Все правильно, вопросов нет, но мы же говорим, это к футболу применимо. Пришли и ушли, а смотреть тяжело. Тяжело. А смотреть тяжело футбол. Невозможно. Невозможно. Первый тайм, второй еще куда не шло, матч Арсенал. Сережа, поэтому мы с вами сразу заговорили о том, Сережа, давайте определять мух от котлет. Давайте. Есть клубы, которые смотрят, а есть клубы, которые не смотрят. Сережа, давайте аккуратно только будем. Давайте будем. Дело в том, что мы с удовольствием с вами будем смотреть и те клубы, у которых нет денег. Например, в прошлом году этим делом занимались химки. Денег не было, взяли полтора десятка в аренду футболистов, эти футболисты по каким-то неведомым, ну, я образно говорю, каким-то образом вдруг стали обыгрывать тот же Спартак. Да, их два Игорька хорошо настроили и привели в порядок. Совершенно правильно. Совершенно правильно. И два Игорька, как вы сказали, не два иностранца из Германии, а два Игорька, которым не нашлось места в высшем дивизионе. И неожиданно сверху приняли решение, что этот химки будет играть в высшем дивизионе. И они вдруг заиграли. Сережа, и мы все стали болельщиками химок. Не из-за того, что у них много денег и много иностранцев. У них вообще иностранцев было два. Два. Один из Локомотива, а другого я забыл, из Ростова, что ли. Вот. Но они очень здорово играли. Очень здорово играли. Поэтому сразу к ним стали присматриваться. У нас вообще появляются какие-то странные команды, заигрывают и к ним сразу начинают присматривать. Поэтому, Сережа, не в деньгах, не в деньгах, не в богатстве дело, а в способности футбольного клуба, дешевого футбольного клуба. Работать хорошо. Хорошо. Хорошо работать. Вот с химками повезло. Мы ждали вот московский клуб из района, который ФНЛ очень здорово себя показал. Думали, что он войдет выше дивизион, а потом он практически распался. Всех футболистов перекупили в разные команды. Чертанова, да. Из Чертанова. А ведь мы ждали, что вот-вот от Чертанова какой-то московский район толком никому не известен. Ну, я о другом, Владимир. А там играли одни наши ребята, молодые, одни. И они давали такой феноменальный результат в ФНЛ. И все же ждали, вот-вот он появится в высшем дивизионе. Поэтому не деньги, Сережа. Но кто-то с деньгами сразу побеспокоился, чтобы эта команда не вошла в высший дивизион и не стала показывать хороший результат. Оказывается, у нас конкуренция. И люди, команды с большими деньгами очень не хотят, чтобы были такие команды, как Химки. Понимаете? Если такие, как Химки, появится еще второй, такие, как Химки, два, например, и тоже будут впереди планеты всей, то начнут сомневаться в способности тренировать и содержать команды такие, как Спартак или там, как Зенит. Зачем же выделять столько денег, если можно выделить? Совершенно верно. Значит, Сережа, есть конкуренция. Очень интересная конкуренция. Она появляется неожиданно. Неожиданно. Поэтому я вам говорю, почему у Химок появилось там два-три футболиста, одному 32 года, а другому под 30. Вдруг они стали как звезды играть. Два негра, которые никому не были нужны, их отдали тоже в Химки. Они вдруг тоже там заиграли. И все раскрыли рот. О, мать моя родная! А что за тренеры-то они появились? Да обыкновенные тренеры наши. И команда появилась. Надо эту команду на место поставить. Пусть она знает свое место. Их место с 12 по 16. Вот там и место. А вот так, чтобы играть, нам это не нравится. Иначе у нас не будет доводов в руководстве доказывать, что деньги решают все. Покупай дороже, и будут лучше играть. А вообще лучше всего убрать всякий лимит, всякий лимит, и покупать футболистов иностранных как можно больше. Тут вопрос, главный вопрос Сережи, который я имею к Дюкову. Хотел бы Тину Канделаки попросить. Тиночка, будь любезна, ты Дюкова-то пригласи к себе на канал и как следует его расспроси. По главным каналам. А то он там нефтью занимается и газом занимается бесконечно. Ну, некогда, понимаешь? Он и вместо себя в зените оставил другого человека, как это, фамилия, Илюхина, который решает кого брать, за сколько, чего, что. Понимаете? Хотелось бы спросить, почему он ее поставил вместо себя? Почему она определяет за сколько кого? Вот за 10 миллионов, за 15 можно? А как раньше за 50 миллионов нельзя? Кто это сказал? Откуда получил эту информацию Дюков? И самое главное, чего я хотел бы Дюкову, чтобы Тина спросила его, если Дюков говорит, а Дюков говорит и открывает рог, только тогда, когда он заручился поддержкой сверху, он говорит, пришли к выводу, мы думали долго и пришли к выводу, что да, с лимитом надо что-то делать, надо его убирать, да? Ну, вообще-то идея Дюкова, она старая, он вообще-то и 10 лет назад был, понимаете? Потому что у него дух предпринимательства, дух снижательства, оно в него, вот на него смотришь, ну снижатель, понимаете? Ну, предприниматель, но он и занимается этим бизнесом, супер богатый человек, не стесняется этого, и он говорит, он хочет при капитализме за деньги покупать то, что он хочет, понимаете? Поэтому, почему «Спартак», почему «Зенит» кричат, что лимит не нужен, нам нужно купить столько футболистов, чтобы с этим количеством футболистов пробиться в Лигу Чемпионов и там продвинуться, отбить свои деньги и сказать, мы великие. А то, что наши болельщики, как вы говорите, что за проблема, Владимир Николаевич, почему матч, наши футболисты, впрочем, как и вы, как спортивный журналист, тоже бы хотели, чтобы в нашем футболе было максимальное количество российских футболистов. Хотел бы, да. как вы думаете, а если будет много иностранных футболистов, как изменится состав Химок? Ну, наверное, туда перейдут очень плохие иностранцы, которых неудачно приобретут эти команды богатые. Они вам в аренду туда всучат, и у них русских тоже не будет. Понимаете, они скажут, да нам просто за бесплатно вот этих иностранцев дали в нашу команду, мы их взяли, а зачем нам 32-летний нападающий, который забивает все команды, все голые? Пусть он посидит на скамейке, он посидит полгода на скамейке и уйдет на пенсию. Вот и весь вопрос, вот и весь вопрос, и все рассуждения. Но, я поднял вопрос Дюкова и идти на Канделаки, какой надо задать вопрос? Дюкову. Дюкову, он говорит, давайте отменим лимит. Есть такое мнение, согласованное сверху. Так? И тут ему задают нормальный вопрос. Нормальный вопрос. А принципы, мы боимся, что сюда понаедет много непонятных футболистов из Европы, Америки, латинской и тому подобное, из Африки, которых никто не знает, за 20 копеек. Он говорит, да, это очень главный вопрос, это главный вопрос. Сережа, послушайте, меня Дюков говорит, это очень важный и главный вопрос. Хочешь сказать, дорогой Александр, как там его? Валеревич. Дело в том, что если вы не пришли к четкому пониманию, какие же все-таки принципы приема суда иностранцев, по каким принципам, они игроки сборной, или они дорого стоят, или они наоборот дешево стоят, из каких стран и тому подобное, вы не разработали, стоит ли раскрывать рот по поводу лимита с иностранцами. Вы сначала подготовьте для болельщиков четкое понимание, кого Спартак с «Зенитом» может купить, а кого-нибудь, потому что я, например, абсолютно за. Если Дюков говорит, значит так, мы подумали в РФС и решили, что от 30 миллионов евро до 100 миллионов евро клубы могут покупать сколько угодно футболистов, вы знаете, сколько угодно, хотят 30 футболистов, пусть 30 купят. Понимаете, но дешевле 30 миллионов не должно быть ни одного футболиста. Почему, Сереж, я такое заявление вам сейчас говорю, делаю, а потому что понятно, что за 30 миллионов это футболист должен быть супер. Согласны со мной? Да, согласен. Ведь это же так просто, Сережа. Делается заявление, Дюков выходит на канал Тина Канделаки и спокойно говорит, знаете, мы пришли к выводу, мы отменяем лимит на иностранцев, значит, трансферы, пожалуйста, от 30 миллионов. Сколько угодно. Спартак хочет стать чемпионом, пусть 10 человек купит по 50 миллионов и пусть играют, и Спартак будет лучший, и в Лигу чемпионов пройдет, и в Лиге чемпионов будет очень прилично. Вы скажете, а что, японский бог, а что, таких денег у Лукойла нет? Денег у Лукойлов есть. Об этом и Владимир Владимирович Путин уже сказал, что и у Лукойла, и у Газпрома, и у РЖД такие деньги есть. Им надо согласовать. Помните, когда покупал Зенит? Да. Зенит согласовывал покупку за 100 миллионов. Халка и Вицеля. Да, Халка и Вицеля. Помните, да? Помню, меня пригласили на канал не спортивный, а бизнес-канал, который принадлежит Прохорову. РБК. РБК, на высотное здание. Меня пригласили и вместе со Степашиным. Степашин сказал, что за безобразие? Это что за безобразие? А он возглавлял нашу палату. Счетную палату. Счетную. Он сказал, мы сейчас прикинем, на каком основании Зенит, кто ему позволил купить этих двух футболистов за 100 миллионов. А когда дернулся, Степашину объяснили, что есть разрешение, есть согласование. Личные, первые люди страны дали добро. В чем дело? И Степашин замолк. Хотя со мной в передаче он говорил, я там то-то-то-то-то-то-то-то. Я еще в этой передаче сказал. Вряд ли ему что-то удастся сказать, потому что руководители Зенита делают это все по согласованию заблаговременно. Сами они не покупают за такие деньги. Более того, Степашин сказал, 100 миллионов, это практически выброшенные деньги, 100 миллионов. Оказывается, не выброшенные деньги. потом отбили. Потом отбили. Потом отбили. Всю сумму, Сережа. Такие есть. Бывает же такое? Бывает. Поэтому вот этот призыв Дюкова я бы одобрил. Но когда Дюков вместе с главным тренером сборной России, с Валерием Георгиевичем, говорят, мы за. А где ограничительные меры? Вы их, оказывается, не выработали. Так, ребята, вы рот таразинули, а ограничения не выработали. Понимаете? Ну, это страшная вещь. Страшная вещь. Это как все равно, что сейчас сказать, что Европу будет принимать из Афганистана беженцев. Но сколько, чего и как, нет. Просто мы будем всех принимать. Ну и что, все 40 миллионов переедут в Европу, что ли? Все 40 миллионов встанут и переедут? Нет, они говорят. Мы при определенных условиях вот только те, которые работали, те, которые с высшим образованием, те, которые здоровы, и те, которые хотят работать и тому подобное. Видите, сразу сколько поставили ограничений, да? Так же и в нашем футболе. Так же и в нашем футболе. Мы, пожалуйста, давайте откроем лимит. Установите пределы трансферные. Хорошо. Я сказал крепко. 30, 20. Сережа, 20 миллионов. Не будет никого покупать, Владимир Николаевич. Не будет покупать. Сережа, а за миллион, за миллион, таких за миллион, во, во, их сотни, этих футболистов, они не знают, куда уйти. Понимаете, за миллион трансфер. Их сейчас столько понакупят. Сережа, да какой за миллион? Это я же крепко сказал. Сережа, за 300 тысяч евро столько понаедут. И что, наш футбол приобретет какую-то значимость с этим? Владимир Владимирович говорил, что не будет на этот футбол ходить, потому что одни иностранцы, он, видимо, до конца своей жизни так и не будет ходить на футбол на российский. А если он не будет на российский футбол ходить, то вместе с ним не будут ходить его приближенные. Если приближенные, ждать нам ничего хорошего не придется. Почему, Сережа? А потому что вы меня сейчас спросите, спросите меня, Сережа, а почему за последние пять лет мы так резко сократили приобретение дорогостоящих, великолепных футболистов? Денег нет, Владимир Владимирович. Нету денег. А кто сказал, что нет денег? Сегодня Владимир Владимирович выступал на собрании Единой России, на съезде Единой России и сказал, что у наших госкорпораций и крепких хозяйственников денег достаточно много, особенно у газовиков и нефтяников. А у нас нефтяных и газовых компаний, о, понимаете, у них денег много. Владимир Владимирович, в письме РФС заявление на сайте отмечается пятым пунктом. Российские болельщики поддержали потенциальное изменение структуры ЛИК. Но, если на это делается упор, почему тогда и все остальные тоже не спрашивают мнение болельщиков? По системе осень-весна, по госфинансированию. Сережа, я вам говорил, а то, когда удобно, мы спрашиваем мнение болельщиков. Кто принимал участие в разработке идей смены формата чемпионата России? Кто? Голландская компания, которая эффективно поработала в таких, в мини-странах, таких как Бельгия и Голландия и еще там несколько стран, которые и количеством проживающих в этих странах, и территорий не больше, чем Москва и Московская область. Вот там они разрабатывали. Ну и пусть у нас разработают для Москвы и Московской области, я не против. Но когда для России они это разрабатывают, для России у России немножко другие расстояния и другой народ. Умом России не понять, Аршином в общем не измерить. Поэтому что хочу я сказать, ну зачем этих голландцев пригласили опять же расписывается Дюка в том, что у самого и у его окружения ума нет. Для того, чтобы принять самим, придумать самим. А ведь я же вам говорил, Сережа, ведь что там придумывать? У нас сколько там, шесть клубов, это голландцы проверили и определили, да, в первом варианте. Шесть клубов после 24 матчей. Четырех вторых, да. Да, после 24 вторых, значит, шесть отпочковываются, остальные в сторону, которые будут за выживание, а вот эти шесть. Вы просите, а чего не сделать вот эти шесть, пусть они профессиональную нашу лигу открывают. У них нету лимита по иностранцам. Всех дорогостоящих футболистов, начиная от Месси и тому подобное, пусть покупают в свою лигу, а мы их будем смотреть на канале Матч ТВ за бесплатно. Понимаешь, на великолепных стадионах, шесть команд. Остальные, давайте придумывать другие названия, ведь это так просто. Нет, сказали, надо голландцам заплатить, пусть голландцы что-то выдумают, а наши болельщики проголосуют за это. Сереж, ну не чушь это. А потом выступают и говорят, вы знаете, вы слышали, что Дюков сказал по поводу российской футбольной школы? А ее нет. А ее нет. Ну она и сдохла. Да, в Советском Союзе была. Была. А кто учил в Советском Союзе в нашей футбольной школе? Сами учились. Ну разве Дюков в этом смысле не прав? В чем? Вот в чем-чем, а в этом прав. Нету нашей тренерской школы. Нету. Сдохла, Владимир Николаевич. Нету. Умерла тренерская школа. Сережа, не преподаватели, не тренеров. Дорогой мой друг, Сергей Александрович, это не ответ. Дорогой товарищ Сталин за это корал. Понимаете, дело в том, что сказать, что у нас нет, это самое простое. Что ты сделал, чтобы у нас было? Что ты сделал? Ты сидишь сколько лет на этом месте? А до тебя сколько народ сидел? Чего сделали? Денег потратили огромное количество. Докторских и диссертаций написали тоже много. О российском футболе, о российской футбольной школе, о российской мысли. Оказывается, как только Советский Союз развалился, в 92-м году наша школа, у нас была вратарская школа, тренерская. У нас была тренерская школа, великолепная. Как она образовалась, эта тренерская школа? Сережа? Как, Владимир Николаевич? Ну, Сергей, прости меня, сейчас я гляну. А, черт подери, убрал я эту книжку. Какую? А, 100 лет российского футбола. 100 лет, Я помню, серенькая такая. Их две, нет, есть одна глянцевая, она у меня есть, которую мне Бесков подарил, да. И вторая есть серенькая энциклопедия, да, тоже 100 лет российского футбола. Только, вот я вам хотел сказать, 100 лет российского футбола никогда не было, Сережа, посмотрите на меня, это же ложь, 100 лет российского футбола никогда не было. Было 100 лет советского футбола, Сережа, 100 лет советского футбола. Советский футбол принял российский футбол без школы футбольной, потому что там англичане и Европа, так сказать, объясняла нам правила, Советский Союз пришел, создал свою школу, создал свой чемпионат. Появилась школа футбольная. А кто учил? Вот удивительно, например, в хоккей нас учили канадцы, в основном-то нас учили чехи играть в хоккей. Приезжали тренеры и учили нас чешские. А вот футбол нас никто не учил, мы сами себя учили. Сами создали наши тренеры, создали свои команды, стали играть друг с другом. Стали смотреть, кто из них делает свое дело более успешно. Стали привлекать федерацию, стали работать, чтобы выработалась система. Разрушили эту систему, Сережа, за большие деньги. Разрушили. Пришли новые люди. Вот я хочу у этих новых людей спросить за 30 лет. За 30 лет. С 91 года по сегодняшний момент. Что вы сделали? Что налобали? Что вы сделали? Ведь сказать просто так ее нет. Нет, Сережа, ее не нет. Вы ее разрушили, други мои боевые. Потому что мы, россияне, мы с вами приняли все, что Советский Союз надел не только в гонке вооружений, но и в футбольной школе. Мы приняли, вот с вооружением, как сказал Владимир Владимирович Путин, не успели все сломать. Не успели все сломать. Кое-какие заводы остались, кое-какие люди с головой остались, кое-какие машиностроительные заводы, кое-какие идеи вот остались. А в футболе сломали все, напрочь. Пришли другие люди и сказали, мы знаем. Более того, они знали, знали, а потом сказали, нет, что-то у нас ничего не получается. На 10 лет привезли иностранцев. И сделали иностранцами. Иностранцы уехали, и мы через 5-10 лет констатируем. И они уехали, и другие. Приезжало очень много народу, учили учить. Нас никогда не иностранцы приезжают, никогда не приезжают, никогда не научат, если мы в голову себе не вобьем, что мы сами, сами должны создавать свою футбольную школу. Но тот, кто будет создавать эту футбольную школу, тот, кто будет организовывать, за это должен отвечать. Вот когда Российский футбольный союз собирает собрание, или собирается исполнительный комитет, отчитывается, хоть раз вы читали отчеты о проделанной работе, что футбольную школу мы приняли разбитую, построили. Нет, говорят, мы приняли, ничего не было, строили-строили, вообще ничего нет. Спрашивается, а для чего вас взяли? Что вы так долго работали, ничего не сделали. Сергей, это преступление, когда человек говорит, что ничего нет, все разрушено. Простите меня, простите меня, был Мутко, который 15 лет назад сказал, мы все сделаем, чемпионат мира, мы все возродим, мы нашу школу футбольную возродим, у нас программа выработана на развитие, привлечены лучшие умы. Теперь нам говорит, пришел Дюков и говорит, ничего нет. Так если ничего нет, что разворовали, вызовите Мутко и попробуйте его заставить объяснить, почему ничего нет-то. Вам же деньги давали за это, вы же организовывали, вы же создавали. Посмотрите, сколько стадионов создано, посмотрите, сколько футбольных школ создано. А футбола как не было, так и нет, простите. Кто за 30 лет будет отвечать? Сережа, я что ли, вот я что ли должен ответить вам, что сделано? Меня не привлекали к этой работе, мне за эти деньги не платили. Вы мне просто задаете вопросы, чтобы я постарался на них ответить, а я не знаю, что сказать вам. Я не знаю вам, что сказать, как такое. Столько лет строим, мы строили, строили, наконец достроили. Чего достроили-то? Ничего. Вам Владимир Владимирович обещал и построил стадионы. Огромное количество, на которые никто не приходит. Смотреть нечего. Теперь все говорят, знаете почему плохо? А потому что лимитные иностранцы. Лимитные иностранцы. Если бы, нет, нет. Но если бы лимитные иностранцы, играли бы иностранцы. Посмотрите, они как хорошо играют. Почему? Да потому что наши-то ребята. Это же не ребята, это какие-то нелюди. Им же дают деньги, а они ничего не хотят делать. Наши ребята ничего не хотят делать. Им платят большие деньги, а они плохо играют. А иностранцы, которые приезжают, они играют хорошо. Простите, но хотя бы в этом вопросе разберитесь. Почему иностранцы играют хорошо? Наши не играют. Если вы подписываете такие контракты, что контракт подписан, все, можно не играть, да. Но вы подписываете такие контракты, выдумываете такие контракты с юридической точки зрения, с экономической точки зрения, что хочешь получать большие деньги, получай, пожалуйста. Но играй. Но играй. Сережа, ну у нас такие выкрутасы во всех футболах. В контрактах написано, если ты забьешь столько-то голов, то тебе заплатят столько. И как только ты начинаешь приблизительно столько забивать, тебя перестают ставить в основной состав. Или, например, тебе надо сыграть столько-то матчей, понимаешь? Если ты столько-то матчей, с тобой продлевают контракт, нам более лучше в финансовых условиях, понимаешь? Вот. Но ты сыграл свои 70%, и вот когда 69% ты сыграл, вдруг вот ты думаешь, сейчас ты выйдешь, а ты перестаешь выходить. Сейчас ты спрашиваешь, а почему меня не ставят? И тебе говорят, тебя не ставят потому, что посмотри сам на себя. Ты стал не так хорошо играть. И вообще раньше не очень хорошо играл. И он у разбитого корыта остается. У нас полно таких вариантов, Сережа. У нас вообще наши руководители умеют изобретать свою систему. Только они никак не могут изобрести простую систему, чтобы наши футболисты играли. И оказывается, Дюков, я послушал его на канале «Россия-24», просто откровенно говорит, наши ребята зажрались. Понимаете, им контракты классные. Как только подписывают, перестают играть. А иностранцы играют. Да, но иностранцы еще больше платят, чем нашим. Им же еще больше платят, чем нашим. Но они почему-то продолжают хорошо играть. А наши перестают играть. Странно. Это что, мы вообще деградировали? Мы, вообще русских, вообще людей не осталось, которые прилично играют в футбол. Сережа. А потом оказывается, что нет, появляются молодые футболисты. Вот почему-то за Макарова «Динамо» 10 миллионов заплатила. А «Зенит» говорит, дороговато. Нам это не нужно. А футболисты, как я вам рассказывал раньше, молодого, у них целая группа футболистов, которые они купили, там, как его, «Захарян». «Захарян» вообще привезли, сказать, что вы привезли к нам. У нас команда высшего класса. У нас команда высшего класса. И «Захарян» уехал в «Динамо». Понимаете? А в «Динамо» вдруг немецкий тренер сказал, да вот футболистов 17-летний. Он игроку, его ставят, и он играет. Понимаете? Вот я этого никак не могу понять. Почему одна команда покупает нашего футболиста, а другая команда, у которой в 10 раз денег больше, говорит, а мы его покупать не будем. Понимаете? Вопрос. Почему мы? А у нас, говорит, денег на него нет. А почему на него нет денег? А потому что на бразильцев у нас сейчас создается хорошая команда бразильцев. Понимаете, сколько их через 5 или 6 человек? В основном составе. Ну, меньше. Владимир Николаевич, об этом в следующий раз поговорим. Хорошо. О бразильцах и продолжим разговор. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо и вам, Сережа.